Привет, друзья! Сегодня мы едем из Ростова-на-Дону в Луганск. И так как мы проезжаем город Донецк, мы решили заехать в магазин «Светофор». Народу там, конечно, намного больше, чем у нас в Ростове, потому что люди едут отовсюду, и особенно из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Вот магазин, друзья. Пойдемте, зайдем. Ну что, друзья, мы приехали в «Светофор» город Донецк, и давайте посмотрим, что же здесь у нас есть. Очередь была перед магазином, потому что магазин был закрыт, и очень много народу. Итак, порошок для стирки. Ой! Ты таким стирала? Да, вот такой. Хороший, ну так можешь сказать. Вот этот хороший гель. Хороший, да? Да. А этот дрянь жидкий, он и не мылится. Ну вот жидкий и не мылится, да. Да, вот такой можно купить. Вот 273 стоит вот этот вот гель, который плохой вот этот, да? Да, он жидкий. Так, 200 рублей. Кондиционер для белья 5 литров. Вот такой кондиционер. Можно купить. А вы что взяли? Полотенце. 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 Чисто дома, влажное. 74 рубля. Вот такие универсальные. И вот такие полотенца. Большие. 228 рублей стоят таблетки для посаду моечных машин. Здесь их 60 штук. Вот такие. Вот такая большая пачка. 228 рублей. Это у нас что? Белизной хлорной таблетки. Разводить лучше, чем всякой белизной. Вот такие таблеточки стоят. А сколько они стоят? А, вот. 804 рубля. Новое поколение. За 88 рублей можно купить освежитель воздуха. Здесь объем 250. После дождя. Вот. В принципе, запах неплохой. Можно приобрести. 479 рублей стоят вот такие капсулы для стирки. Суперконцентрат. Кстати, мне написала подписчица. Первый российский производитель. Что они очень хорошие. Стоит 479 рублей. Их здесь 52 штуки. Вот даже написано. 122 рубля стоит кондиционер для детского белья. Объем здесь 1800 миллилитров. С экстрактом бамбука, хлопка и льна. Для любых типов ткани. Вот такой. Пицца замороженная. Пожалуйста. Пицца замороженная. Цены ей вижу. Сколько эта пицца стоит? А, 67 рублей. Также тут заморозка идет. Лошкарев. Ну, это различные котлеты. Пельмени. Целый холодильник. Пельмени, кстати, по 122. Вот, 122 рубля. 129 рублей стоят грибы, шампиньоны килограмм. Такие грибы. Ну, их тут много, да? Много грибов. В холодильнике очень холодно вообще. Кита стейки. Так, это у нас что? Кита стейк. А, стейк. Кита. 545 рублей. А, стейк. Требят, не стейки, а грибов. А это? Это 289. Это что, утка? Утка замороженная. 250 рублей килограмм. Такая утка. О, филе. Филе индейки. 363 рубля. Замороженное прям филе. Хорошее. 363. Хорошее индейки, да, филе? 169. Это скумбрия замороженная. Такая вот скумбрия. Можно выбрать. А селёдка сколько стоит? Я не видела. Селёдочка хорошая. 149 рублей стоит замороженная голень. Ой. Можно, в принципе, повыбирать. А это кита вот в таких коробках. Кита. Крупная, да, большая? Там по 120 мм. Ну, тут всё так вот запаковано. Даже, как говорится, ищи сам и ройся. Всё перерывай. Что тебе нужно? Тушка цыплёнка копчёного. Копчёного. 260 рублей. Я уже показывала в прошлом видео. Есть очень крупные. Есть вот такие маленькие. Тушки. Здесь книги. А вот эти. А, это перчатки? Перчатки. 306 рублей. Виниловые. Размер ML. Кружка для чая на 300 мл. Вот такая белая. Такие кружечки можно купить. Есть вот такие кружки. По 350 уже. 350-64 рубля. Они уже стеклянные. С разноцветными этими. Бежуты. Новиночка. Свечи уличные. Антимоскитные. Две штуки. 147 рублей. Вот так эти свечи выглядят. Вот такие свечи. Борная крошка отрава. Борная крошка отрава. А, для тараканов, муравьев, макриц. Муравьев. Вот. И сколько стоит? А, 106 рублей. Ну, как бы мухи. Мухи сейчас падают вообще. Мухи падают. Парелочку насыпала, вот только на улице ставила. Ага. Стяжка 70 рублей. А тоже такой игрок. Не знаю. Стяжка для кабеля. Да. Да. Семьдесят три рубля. Шоколад. Кварки. 200 грамм. 96 рублей. Большая. Ну, там, наверное, пальмовое масло. Помидоры красные. 97 рублей. Они гнилые. Да. Помидоров. Остались остатки роскоши и гнилые. Ковришка имбирная. С фруктовой начинкой 192 рубля. Вот так выглядит ковришка. Ой. Такие достаточно большие пряники. Не считаете ли вы, что в этом магазине бардак? Просто все. И селедка, и... Ну, просто. Ванилин. 42 рубля. Все вместе в одной куче. Уксус столовой. 33 рубля 9%. Как возьми. У меня есть дома. Сколько есть? Бутылка целая. Макаронные изделия. Знакные спагетти. 38 рублей. Это у нас лапша быстрого приготовления. Мастер Ли. Стоит 52 рубля. Вот. Кто пробовал, напишите, вкусно или нет. Так. И есть вот такая. 10. 10 рублей. Быстро и вкусно. 10 рублей. Покажи. Ну, на... Ой. Ну, ты с ними покажи на камеру. Она обычная. Тут лапша. Внутри какой-то пакетик, да? Есть. Супа лить. А, ну, для супа, да. Ее много. С курицей. Супа лить. Консервы. Говядина рубленая. Стоит 72 рубля. Это говядина тушеная рубленая. 338 грамм. 72 рубля. Макаронное изделие Золотая культура. 2 килограмма 127 рублей. Вот такие большие пакеты. Далее. Что у нас здесь еще? Лапша яичная. 31 рубль. Это вот эта лапша. Вот такая лапша яичная. 31 рубль. И знатные спагетти. 38. Я уже вам их показывала. Перец горький. 116. Такая баночка. О, там и красный, и зеленый. 116 рублей. 720 миллилитров. Вот такое лобио по-абхазски. Кубаночка мы покупали. Очень-очень вкусная. Кто увидит, обязательно купите и попробуйте. Специи просто обалденные. Фасоль мягкая. И стоит 68 рублей. Здесь 500 грамм. За 61 рубль также можно купить соус томатный, кубаночка, шашлычный. Тоже покупали. Очень-очень вкусный. Приятный. Слегка такой кисло-сладкий. Так что тоже можете приобрести. Сегодня на дегустацию мы берем соте из десертной свеклы и моркови. Дядя Ваня. Вот такое соте стоит 81 рубль. Так, значит, здесь 460 грамм. В конце видео будет дегустация. 65 рублей стоит горошек зеленый из мозговых сортов. Кстати, мозговых сортов горошек очень хороший. Здесь 650 грамм. 65,50. Вот такой горошек. Можно будет тоже взять и попробовать горошек. Огромные банки помидора и огурцы 247 рублей. 3 литра маринованные. Кстати, очень смотрю, много людей их берут. Томатный кетчуп Астория стоит 49 рублей. 330 грамм. Вот такой кетчуп. Кетчуп Печагин 500 грамм стоит 68 рублей. Из отборных томатов шашлычный. И вот такой кетчуп. Теперь остается нам постоять в очереди. Одна касса работает? Две. Две? Понятно. Ну что, друзья, мы на моей кухне готовим вкусный ужин. А на ужин у меня жареный картофель с салом. Этот картофель я запекала в мангале в фольген. А сейчас решила просто разжарить на сковородке до румяной корочки сало и картошку. А подавать сегодня все это я буду с сатэ и с десертной свеклы и моркови. Что хочу сказать. Цена доступная. Состав отличный. Никаких добавок и консервантов. Открываю банку и смотрю, что же внутри. Икра довольно-таки густая. А по вкусу очень-очень приятная. В меру уксуса, в меру соли. Она слегка сладковатая. Чувствуется привкус моркови и свеклы. Ну, не ярко прям выражены. Но очень-очень вкусная. Так что, друзья, если вы встретите такое сатэ в своем магазине Светофор, обязательно купите и попробуйте. Вы не пожалеете. Я, например, много покупаю там разнообразной консервации и также консервов. Ну, а сейчас я вам хочу показать еще полотенца. Это влажные полотенца, очищающие универсальные. Особая текстура для лучшего очищения. Здесь в упаковке их 60 штук. Размер одного полотенца 18 на 27 сантиметров. Они очень мягкие, приятные на ощупь и приятный запах. Друзья, такие полотенца я купила впервые. Поэтому сразу же решила с вами поделиться. Если вы их встретите, приобретайте смело. Помогут всегда в уборке дома. А я также пачку положила себе в машину. Всегда пригодится. Друзья, на этом видео я свое заканчиваю. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также всех вас жду в Дзен канале и Телеграм канале. Встретимся с вами в следующем видео. Всем всего хорошего, хорошей погоды, отличного настроения. И пишите свои комментарии. Ходите ли вы в светофор, покупаете ли там продукты или покупаете только средства бытовой химии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok